В эфире спорт обзора. Это значит, что ближайшие пять минут будут посвящены спорту в Новосибирской области. В студии Кристина Лата. Здравствуйте! Сегодня в выпуске победы мини-футбольного сибиряка, затянувшиеся падения баскетбольного Новосибирска и итоги года от Министерства спорта. Мини-футбольный сибиряк вышел на чистое второе место в турнирной таблице в высшей лиге. Новосибирский клуб ударно провел домашний тур чемпионата, одержав победы во всех трех матчах. Особенно ярко проявили себя новички команды. Итоги тура подвел Александр Ширудила. Смотрим его сюжет. Первый матч 2019-го. Напряженный поединок с дублирующим составом Ухты. Команда не из лидеров, но соперник весьма неприятный. Гости отыгрываются с 0-2 и даже выходят вперед. Но сибиряк отвечает тем же. Все решает хит-трик Максима Осипова, который вновь присоединился к команде в начале месяца. Лучший сценарий для возвращения и не придумаешь. Что касается Максима Осипова, то он уже с первой игры доказал и показал, что он очень жаждет играть. И все свои функции, в принципе, он выполнял. Всего за три матча Осипов отправил в ворота соперников пять голов. Свой дебютный матч за сибиряк провел и вчерашний любитель Максим Сухоносов. Случилось это уже во второй встрече тура. Новосибирцы разгромили копейскую Сигму в 8-1. Открыл счет голам за сибиряк в высшей лиге и донер Аманбаев. Вернулся я с мыслями, чтобы закрепиться в команде уже, потому что я здесь вырос, хочу как бы в сибиряке остаться, если это будет позволять мне руководство, все остальное. И, конечно же, выиграть свыше лигу вместе с командой и прийти в суперлигу и там поиграть. Крупную победу сибиряки одержали в третьем матче тура, разгромив Южный Урал 8-4. Болельщики увидели яркий атакующий футбол, но обновленной команде еще не хватает взаимопонимания и стабильности. Если брать каждую игру в отдельности, то такими целостными матчи эти не получились. Здесь были провальчики, к моему сожалению, но при всем при этом, еще раз говорю, результат достигнут и будем уже над некоторыми деталями работать дальше. Дебютные игры Сергея Слемзина и Гамлета Манукяна еще впереди. Первый пока набирает кондиции после долгого перерыва, второй в расположении сборной. До следующего тура, который в штабе Сибиряка назвали одним из самых важных, чуть больше двух недель. Соперники СИП Транзит и текущий лидер высшей лиги Корпорация ОСИ. До Кемеровчан 4 очка и очная встреча. Хороший шанс подобраться к первому месту на расстояние одной победы. А вот баскетбольный Новосибирск никак не может выбраться из подвала турнирной таблицы. Даже в битве двух аутсайдеров на домашнем паркете новосибирцы принимали фармклуб «Химок», слабее оказалась наша команда. 73-83 итоговый счет на табло. Новосибирск по-прежнему делит последнее место на этот раз со Спартаком из Санкт-Петербурга. А если учитывать, что по регламенту Суперлиги слабейшая команда по итогам чемпионата вылетает в дивизион ниже, то за положение команды становится по-настоящему тревожно. Все матчи февраля у новосибирцев пройдут на выезде 1-й уже 6-го числа. С действующим чемпионом турнира Самарой. Больше медалей, больше спортивных объектов и больше людей, регулярно занимающихся физкультурой. Таковы краткие итоги 2019 года. Их подвели на ежегодной коллегии Министерства спорта региона. Мы уверенно закончили год 2019. Практически по всем показателям мы идем в тренде общероссийских. Поэтому можно говорить, что для нашего регионального проекта динамично продвигается. Конечно же, есть над чем работать. Самое главное, мы за этот год работы поняли, где слабые места, где узкие места, где что нужно подтянуть. Это начиная и от строительства спортивных сооружений, и, конечно же, заканчивая массовым спортом и подготовкой спортивного резерва для сборных команд России. Теперь немного цифр. Число человек, занимающихся спортом в регионе, увеличилось на 130 тысяч, достигнув 1 миллиона. Это стало возможным благодаря реализации проекта «Спорт. Норма жизни» и строительства в его рамках площадок ГТО, стадионов и крытых хоккейных арен в районах области. В 2020-м закончат строительство и введут в эксплуатацию новые спортивные объекты в Ленево, Машково и Краснообске. На заключительной стадии – региональный центр волейбола в Новосибирске. Выросли показатели и в спорте высоких достижений. Так, почти 500 новосибирцев входят в составы сборных команд России по различным видам спорта. А 25 человек претендуют на поездку в Токио для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей новосибирского спорта в аккаунтах программы в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Кристина Лата. До встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова